Вы наверняка слышали о метаданных. По сути, это такие данные о данных, сопутствующая информация, которая есть во многих файлах. Например, имя автора текстового документа, место и дата съемки фото и многое другое. Да, по сути, это полезная информация, которая поможет вам логично группировать треки в медиаплеере или создать фотоальбомы из поездок. Но что делать, если вам нужно поделиться файлом, а вот сопутствующей информацией делиться нежелательно? Где находятся метаданные, как их посмотреть и чем удалить? Посмотреть их можно обычным проводником Windows, им же можно и удалить. Правда, не все. Щелкаем правой кнопкой мыши, в меню выбираем «Свойства». Далее «Подробно» и нажимаем «Удаление свойств и личной информации». В следующем окне вы можете выбрать один из двух вариантов. Попробуем удалить все возможные. Получилось, но дата создания все же остается. Удалить данные можно и непосредственно в текстовых редакторах. В Word выбираем «Главное» — «Сведения». Нажимаем «Найти проблемы» или «Проверка документа». Теперь очередь инспектора документов. Название-то какое. Выбираем «Проверить» в нижней части. Находим «Свойства документа» и «Персональные данные». Нажимаем кнопку «Удалить все». Мета-данные очищаются, но, правда, дата все равно остается неизменной. PDF-файл. Здесь возможности Windows бессильны, как и функционал бесплатной читалки Adobe Reader. Однако есть другие доступные решения. Например, PDF-инфо. Скачиваем сайты разработчика, ссылка в описании, устанавливаем и запускаем. Вот так выглядит интерфейс программы. Теперь откроем какой-нибудь PDF-файл. Далее просто вручную стираем их и сохраняем. Есть и абсолютно простой способ удалить метаданные онлайн. Например, Espouse делает это буквально по щелчку. В прямом и переносном смысле. Просто заходим на сайт. Жмем «Удалить все метаданные». Espouse также работает с PDF и с разными расширениями текстовых документов. Не все онлайн-сервисы дружат, к примеру, с DocX. Обратите внимание. При работе с онлайн-сервисами вы, по сути, передаете свои файлы на обработку посторонним людям. Спросите себя, насколько безопасно хранятся, обрабатываются и удаляются ваши файлы. Мы считаем, что пользоваться такими инструментами лучше только для материалов, которые не являются конфиденциальными. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков. Теплица социальных технологий. Рыбаков. Рыбаков.